Здравствуйте, уважаемые телезрители! На первом альтернативном программе «Открытый эфир» я Владимир Банчиков. Сегодня гость в нашей студии Тумен Чемитович Регзенов, руководитель, директор бурятского филиала финансовой компании «Форекс Клаб». Здравствуйте. Здравствуйте. Тумен, я в предварительном разговоре с вами выяснил, что вы по профессии инженер-строитель. Как вы оказались финансовым аналитиком, экспертом, воротилой? Не знаю, но как любой человек, я работал, работал, работал. Учился, работал. А как строитель, то у нас сфера деятельности какая? Строительство. В зимнее время строительство затруднено, уменьшается количество контрактов. И сидя за монитором в один из вечеров, увидел рекламу, ткнул мышкой, посмотрел, и вроде бы просто показалось. Как это просто, заработать такие деньги, ничего не делай. Прошел обучение. Потому что в группе компаний есть Академия инвестиций и трейдинга. То есть она профессионально обучает людей, то есть имеет лицензию на право проведения обучающих мероприятий. И вот я посещаю, посещаю, анализирую их рассказы, советы. Понял, что для меня это самое интересное. Ну, вот давайте начнем с того, Томин, да что такое финансовые рынки в нашей стране? Вот для меня это понятие вообще. В финансовом рынке развелись еще лет 300-400 назад. Это понятно. Торговля производилась на биржах. Вот первая биржа это Амстердаме открылась. В Японии также основной валютой являлся рис. И также вот на биржах в Японии торговали рисом. В зависимости от со временем, со временем появились в каждой стране валюты свои. И товары, производимые в одной стране, продавались в другой, в которой валюта другая. И приходилось обменивать эти валюты одну на другую. И обмен происходил в зависимости от спроса предложений. Например, одной валюты много, другой мало. Спрос на определенную валюту большой. И соответственно, эта валюта в своей цене, с том основного выражения, она дорожала. Сейчас же у нас в мире глобализация. То есть товары, производимые в Японии, например, продаются в Америке. И в каждой стране свои валюты. То есть иена, доллар, фунт, франк, рубль. Россия, например, у нас чем занимается в основном? Экспортируют. Нефть продают. Да, нефтепродукты. Ну, часть это занимает. Оружие, вооружение, например. Сложные компоненты, например, из оборудования есть сейчас. Но основной источник дохода – это нефть, которую мы добываем с земли, буквально бесплатно, да, и продаем за валюту, за доллары. А рабочим здесь, кто добывает нефть, налоги платятся в рублях. Соответственно, обменивая доллары на рубли, производим выплаты. То есть заработные платы, налоги выплачиваются, вот эти организации, которые импортируют. Ну, экспортеры, наоборот, например, да, вот экспортеры. Основная у них валюта – доллары. А доллары в России у нас не в ходу. А почему? Вот, кстати, в связи с политической ситуацией? Или так было всегда, что у нас особо доллар не был в ходу? Ну, потому что валюта российская, рубль. Ну, это понятно. Мы рублем покупаем товары за рубли, продаем за рубли в России, платим налоги, например, да, получаем зарплату, пенсии. Ну, хорошо, давайте вернемся к вашей непосредственной работе, да, вот как можно заработать? Вообще, у нас люди финансово безграмотные. Да. В большинстве своем, я думаю, так, потому что они, ну, ну, зарплата, квартплата, цена в магазине, вот этим, по-моему, ограничивается грамотность финансовая простого нашего российского человека. Как с этим бороться? Ну, в основном, люди у нас получают, говорю, зарплату еще в рублях, доллары нужны когда? Когда выезжаем за границу. В основном там доллар идет, потому что даже в Китай выезжает, там обменный курс идет, доллары, покупаем доллары, платим там в ихней валюте. А безграмотность в чем зависит, да, человека, в чем? Потому что человек, видя перспективность рынка, да, видя, что люди зарабатывают, потому что богатейшие люди в мире, кто у нас это? Джордж Сорос, Уоррен Баффет, допустим, все, которые знают у нас в стране. Они в свое состояние заработали вот на этих финансовых рынках, то есть покупая акции компании, например, да, которые на данном, ну, на начальном этапе имеют маленькую стоимость. Это чистой воды спекуляции ведь, правильно? Ну, другими словами, так скажем, да, купить подешевле, продать потом подороже. Примерно такой. Да, это спекуляция, вот мы трейдеры так и называемся, спекулянты. Только у нас в России... Только в хорошем смысле. Ну, прямой смысл слова это спекулянты, это размышления. Только в СССР в свое время-то вложили в этот смысл слово негативный. А спекулянты, что они размышляя, размышляя, наблюдая за рынком движения цены, да, смотрят, что цена сейчас наименьшая и со временем стоимость ее подрастет. Например, акции, нефти, допустим, любого сырья, любой валюты. Ну, сейчас нефть упала в цене, и как тут вот, как не проиграть вот здесь? Здесь просто терпение набраться надо ждать. То есть вы считаете, что цена на черное золото все-таки войдет в нормальное русло, да, за 100 долларов? Ну, если говорить, то в основном это цена упала из-за политических событий. Ну, это понятно. Здесь в мире. Почему? Потому что, если всем известно, кто отслеживал новости, то Обама ездил в Саудовскую Аравию и разговаривал с шейхами о том, чтобы понизить стоимость нефти. Побольнее пнуть Россию. Да, ну, все так послушали, послушали. Мы по новостям говорили, что так это Саудовская Аравия и шейхи отказались, потому что невыгодно, меньше прибыли получается. Но, видя по историческим данным, то с июля месяца нефть со 115 долларов сейчас понизилась за 78. То есть тренд на понижение идет. Ты что, в цене потерял почти четверть, да, получается, практически? Ну, почти половину, почти половину. Даже половину? А и как мы знаем, что у нас бюджет пополняется чем? Нефтедолларами. А государство социально ориентировано, то есть выплачивает пенсии, зарплаты, допустим, да, и зарплату бюджетным организациям, да, и должны пополнять бюджет в рублевом эквиваленте. То есть, и вот, по миру, понижение рубля своего на один рубль, да, дает, пополняет бюджет в районе 40 миллиардов ежедневно. Ежедневно? Ежедневно. То есть, что понижая стоимость рубля, то есть в отношении к доллару американскому, мы пополняем бюджет свой, выполняем задачи пополнения выплаты зарплаты. То есть, другими словами, вы считаете, что вот сейчас курс рубля к доллару, он нормальный? Другого быть не может или как? Но мы же, выезжая вот так же за границу, да, мы теряем-то бешеные деньги. Да, мы ограничиваем себя. Вот-вот-вот, я про это говорю. Ну, это, конечно, не касается там очень многих людей, ну, по крайней мере, тех же туристов. Это же сейчас цены подрастут на все практически, на все товары, которые мы возим из-за рубежа. А мы возим практически все. Ну, все возим. Поэтому-то наш президент и говорит, что надо замещать импортные товары российскими товарами. Стараемся. Но так быстро это не сделается, потому что даже вот у вас в виде камеры импортные, Sony, допустим, да, автомобили японские, техника китайская, ну, в основном строительные места. Все вводим из-за границы. То есть платим рубли, обмениваются на это, на доллары, и хозяева этих фирм получают прибыль уже в долларах. Им это невыгодно. То есть постоянно здесь рынок, это что у нас? Спрос и предложение. Спрос и предложение регулируют цену. Рынок, то есть, все это видит, все знает. Потому что если цена на нефть, допустим, подорожает, то рубль, соответственно, укрепнет. Будет укрепляться. То есть курс будет другой, да? Да, здесь прямая корреляция идет. Корреляция это что такое? Ну, корреляция... Зависимость? Да, зависимость. Прямая зависимость одно от другого. И вот на ваш взгляд, есть какие-то оптимистические прогнозы касательно будущего нашей национальной валюты? Честно говоря, пока фундаментальных новостей я не вижу. Почему? Даже недавно президент России выступал на форуме и прямо сказал, что американцы действуют специально, чтобы больнее надавить на Россию. То есть на Российскую Федерацию, если точнее. Чтобы повысить, понизить обороноспособность, допустим, да? Понизить менталитет наш российский, да? Чтобы меньше за границу ездили, допустим. То есть слушались, слушались с Одинного штата Америки. Ну, Путин сказал, что мы будем действовать по-своему. Идти своим курсом. Это что я в чем говорю? Что американцы будут дальше давить, давить, давить. А на финансовых рынках, вот непосредственно на, вот на том, как на игроках, так скажем, финансовых рынков, это как скажется? Вот такие программные заявления президента, они как-то сказываются на понижении курсов акций российских компаний или наоборот? А нам без разницы, мы зарабатываем на чем? На изменении курсов. Вот эти высказывания дают, что рубль будет под давлением, будет в дальнейшем падать, ослабевать. То есть и участники рынка будут рассматривать рубль как валюту, которую надо продавать. По отношению к евро и к доллару. Ну хорошо, вот я простой, обыкновенный гражданин, ничего особо не понимающий в финансах, я уже об этом говорил, да? Я прихожу к вам за советом, за помощью, либо уже сразу же приношу какие-то деньги, да? Чтобы начинать, вот тоже играть на дирже. Нет, он как раз уже. Как вот этот процесс расскажите, пожалуйста. Кардинально вы не правы, потому что деньги, они остаются вашими в любом случае. Оперируйте вы своими деньгами. Есть два вида, три вида, точнее, работы на бирже. То есть самостоятельно совершая сделки, анализируя рынок, принимая решения, покупая ту или иную валюту по отношению к другой, либо сырье, либо акции, или продавая даже. Есть такая сфера инвестирования. То есть профессиональные трейдеры, которые уже длительное время работают, анализируют рынок, да? И получают с него прибыль. Вы можете повторять эти сделки, опираясь на их профессиональные знания, на их опыт, и получать такую же прибыль, как и вот эти товарищи, которые работают, так называемые трейдеры. А деньги всегда у нас, именно компания Форус Слук, вот в этом году, в 14-м году, заняла первое место по инвестиционной платформе Либертекс. О чем она говорит? Что инвестор, располагая свои средства, копируя сделки тех или их трейдеров, создавая портфель, чтобы уменьшить риски, потому что рынок это рискованный. И мы помогаем человеку понять, что такое финансовые рынки. Рынки это межбанковский валютный рынок, это рынок Форекс. Дословный перевод это обмен валюты. На что на фондовом рынке творится, например, акции, каких компаний сейчас недооценены, допустим, которые имеют маленькую стоимость, и на этом можно зарабатывать, купив эти акции и работая на разнице, то есть дождавшись, когда акции эти вырастут, эти компании, закрыть сделку и зафиксировать свою прибыль. У меня такое впечатление, что надо сейчас в АвтоВАЗ деньги срочно вкладывать, лет через 50 они начнут прибыль. Но это ждать надо долго, это инвестирование долгосрочное, можно лет 50 еще ждать. Ну вот, допустим, акции Эппла сейчас, они в свое время... Они находятся в свободной продаже, то есть акции вот таких вот компаний, как Эппл, я не знаю. Нет, они в свободной продаже не находятся, они регулируются, на биржах продают сами акции, где письменные договора, все остальные проводятся, механизмы. Мы работаем на разницу, курсовой разницы этих акций. То есть акции, например, стоят дешево, когда вот в 2008-м они стоили копейки, эти акции Эппловские. Почему? Ну потому что она только развивалась, молодая компания была. Компания росла, 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 выпускала продукты, которые понравились всему миру. То есть эти гаджеты, вот эти айфоны и пэды, которые понравились, люди начали покупать. Прибыль компании росла, соответственно стоимость компании росла. Люди это видя, начинали покупать дополнительно, извлекать прибыль с этого. Вот кризис немножко получился, когда Стив Джобс умер. Акции прямо рухнули у этой компании. Но впоследствии менеджеры предприняли акции, действия, выпустили дополнительно новые, сейчас вот вышел айфон 6, 6, да, вот с 9 сентября была у них презентация этого айфона. Акции Эппл сейчас скакали, 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 то есть падали, либо росли. Часть людей, наоборот, покупала, часть акций продавала. Хотели извлечь с этого прибыль. Но потом население посмотрело продукты этой компании, и на сегодняшний день акции подросли буквально на 12 долларов. То есть с одного доллара до 12, в 12 раз, да? с 9 сентября. А, с 9 сентября. на 15 примерно долларов подросли, и люди извлекли. Прибыль. Прибыль, да. Прибыль извлекает люди, то есть акции растут. Вы, Тумен, еще говорили о инвестиционных проектах, которые тоже можно инвестировать. Есть такие проекты, которые рассчитаны на российскую экономику? Именно на российские предприятия, в которые можно инвестировать свои средства, сбережения какие-то. В принципе, да, есть такие моменты, но стоит учесть, что у нас российская экономика находится сейчас, грубо говоря, в зачаточном состоянии. То есть рыночные рычаги не очень влияют на стоимость этих компаний. У нас настолько политизировано все это. Во главе стоят крупные финансовые воротилы, олигархи. Да, финансовые воротилы, которые работают с государством, то есть с чиновничьим аппаратом, регулируют стоимость своих компаний. То есть если компания хорошо живет, значит они с государством хорошо живут. Ну это Газпром, Роснефть, РЖД, да? Ну, например, ЮКОС в оппозицию вошла, и мы все знаем, куда она сейчас. Сейчас вот и в Тушенку такая же ситуация. С Евтушенком. То есть неправильно приватизировали акции компании Башкир. Но это сколько лет прошло, и сейчас вспомнили только. Ну, хотя она является акциями... То есть, другими словами, рискованно вкладывать деньги в российскую экономику? В российскую экономику... Давайте без политики. Да. Без политики, чтобы нас потом не обвинили в том, что мы тут... Так это все идет, потому что деньги, политика, они доживут дружно. Либо не дружно. Либо не дружно. И получается конфликтная ситуация здесь, да? Вот, например, сейчас вот санкции вводятся. Санкции — это политические меры воздействия на нашу страну, да? И в соответствии у нас прямо влияет на экономику. Вот эти санкции, например, допустим, против финансовых организаций, да, вот банков, крупных организаций. Почему это повлияло? Потому что эти компании у нас, где берут? Кредитуются они за рубежом. То есть кредитуются за рубежом, за рубежом. Процентная ставка, вот, к примеру, в Америке, да, 0,25% годовых. За этот год... 0,25%? 0,25%. В Швейцарии вообще ноль. То есть мы, если берем деньги, такую же сумму отдаем. Ага. И какой смысл? За счет чего они тогда живут? Швейцарцы, допустим, те же швейцарские банки, знаменитые на весь мир. За счет оборота средств. За счет оборота. Банки за каждую транзакцию, за каждую операцию берут маленькую-маленькую толику. А. Денежек. За это, да? Да. В России вот сегодня, вот за этот год, процентная ставка менялась четырежды уже. Сейчас у нас составляет 9,5% годовых. Это национального банка ставка, да? Да, Центробанка нашего. Центробанк. То есть кредит для населения, для организаций, ограничены в доступе, потому что процентная ставка повыше, и эти деньги надо отдавать. То есть бизнесу, особенно мелкому и среднему, тяжело развиваться, потому что деньги для оборота должны, берутся в банках, покупается оборудование, сырье, материалы, продаются, и, соответственно, возвращаются в банк. А прибыль аккумулируется, выдаются зарплаты, и все остальное. Но когда кредиты растут, эти кредиты недоступны, получается уже. Именно малому, среднему бизнесу. То есть, ну, как бы мы тут ни крутили, все равно к политике возвращаемся, да? Стоит нам все-таки потуже затягивать пояса, так понимаю, всем, причем? В принципе, да. В принципе, да. Сейчас, к примеру, товары не так растут, импортные имеются, потому что на складах еще залежались товары, да, и не продают, продают, продают. Но когда начнется новый завоз, по ценам уже вот этого доллара, да, уже по этим ценам, то стоимость товаров вырастет в разы. Ну, то есть, процентов на 30-40 ориентировочно. Ну, это очень большой такой, то есть, вы заедете сейчас деньги вкладывать не только вот в какие-то финансовые рынки, да, но и приобретать такие, ну, дорогостоящие вещи, наверное, импортного производства. Я имею в виду, там, технику. Ну, не только, не только, вот, допустим, я, читая новости, допустим, да, смотрю, что люди покупают квартиры, бумают, то есть, люди, имеют деньги, сбережения, да, они вкладывают, они вкладывают, куда они понимают, что квартира со временем будет в цене расти, и со временем можно продать, разницу положить в карман. Финансовые рынки тоже самое подразумевают, покупаем, когда дешево, продаем, когда дорого, или, соответственно, когда дорого мы продаем, когда дешево мы покупаем, то есть, на разницу цену. А как, вот, этому научить, где вы находитесь, во-первых, да, вот, как к вам обратиться, допустим, вот, человеку, опять-таки, с улицы, который хочет, вот, заинтересоваться нашим сегодняшним разговором, да, и хочет, вот, поиграть, на, заниматься, короче, человеком, вот, финансовым, игроком. Правильно, заниматься. Заниматься, заниматься. Финансовый рынок, это бизнес, во-первых, это не игра, как вот вкладывают смысл, игра, игра на бирже. Мы находимся, здесь, в городе, по Сухобатора, 16А, то есть, в центре. Доступно всем подойти к нам, мы расскажем, покажем. Если человек интересуется, то он может извлекать эту прибыль, но, предварительно, конечно, нужно, какое-то пройти обучение, чтобы понять, что это такое. Обучение платное? Нет, мы обучение проводим бесплатное на начальном этапе, а уже профикурсы у нас идут, конечно, уже платные, потому что мы платим за аренду помещения. Это понятно. То есть, для того, чтобы начать заниматься финансовыми рынками, нужно иметь компьютер, мозги, и знания. И знания. Да. Знания получать у вас. Знания можно, можно у нас, мы поможем, мы поможем. Но знания также у нас проводятся посредством вебинаров. В интернете информации очень много. Но человек, когда открывает компьютер, ищет информацию, на него наваливается очень большая информация, то есть, много информации. Мы же систематизируем это, подачу. И человек, находясь на начальном уровне, то есть, не зная ничего, постепенно, постепенно, овладевая этими знаниями, прослушивая нас, либо самостоятельно изучая, с нашей помощью, начинает понимать. Потому что, четыре года назад, я также не понимал, что такое финансовый рынок, что такое брокер, что такое трейдер, кто такой трейдер, не понимал. Но вот сейчас я уже понял, что это, и для себя решил, что это мое. И посредством своего анализа, то есть, размышлений, спекуляции, называем как хотим, я принимаю решение. Открывая компьютер, оставаясь рынком один на один, рассматривая графики того или иного инструмента, я вижу, точнее предполагаю, что цена будет расти, совершая сделку и дожидаясь, когда цена дойдет от такого уровня, с какого уровня можно продавать, совершать обратную сделку. А прибыль ограничивается только моим депозитом, то есть, какими средствами я варьирую. А эти, вот эти депозиты, где должен располагаться? Он располагает, открывается личный кабинет компании, заносит средства в свой личный кабинет, который защищен паролем и варьировать этими средствами можно. То есть, совершать сделки, допустим, инвестируя и в соответствии выводить. А есть какая-то градация определенная, рубль, тысячу рублей положил в свой личный кабинет, миллион рублей или все зависит от желания клиента, человека в смысле? Нет, все зависит от депозита и желания клиента получать прибыль. Потому что, чем меньше депозит, то, соответственно, прибыль будет такой же небольшой. Наши же клиенты, вот почему говорю, ни финансовая, ни грамотность, оперируя маленькие суммы, допустим, 100 долларов, 1000 долларов, да, пытаются получать доход такой же, соответственно, 1000, 2, 3 долларов, имеется в виду. И это возможно, в принципе, возможно, но на коротком этапе. То есть, 1, 2, 3 сделки, допустим. Это когда повезет, да? Да, это как повезет. Потому что, в один прекрасный момент, депозит выходит в ноль. Потому что, рынок может идти туда, куда он идет. То есть, либо вверх, на удорожание, либо на удешевление. Уважаемые телезрители, в гостях программы «Открытый эфир» был директор филиала, бурятского филиала финансовой компании «Форекс Клуб», «Форекс Клаб», точнее, «Тумен Чмитович Рокзенов». Я Владимир Банщиков. Прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова